Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Добро пожаловать на канал Жизнь Вия. Все мы с вами любим автотематику. И несмотря на то, что лето уже подходит к концу, нам обещают очень жаркое бабье лето. Совсем скоро будут жаркие деньки. И для этих целей мы придумали новый автопроект. Мы превратим наш ИШ-412 в ИШ-кабриолет. Вот он наш ИШ-412 оранжевого цвета, обыкновенный седан, самый простой, который мы нашли вот в этом видеоролике. И я думаю, настало его время превратить его в уникальную, необыкновенную тачку. Тут история будет несложная. Мы его красим, мы делаем ему молдинги, добавляем деталей, красивых фичек и, конечно же, срезаем крышу. Самое главное, это все сделать качественно. Потому что, по сути дела, эти москвичи выпускались в разных комплектациях. Седан, там, универсал, пикап, вы знаете. Вот видеоролик, если не видели, посмотрите, там у нас ИШ-пикап. А мы сделаем такой ИШ, которого еще не было никогда. ИШ-кабриолет. Круто же, да? И, возможно, какие-то коллекционеры решат отбошлить нам кучу баблишек за этот ИШ. Напишите, за сколько бы вы его купили у нас, а? Все, на данном этапе машина, наш ИШ, готов по краске. Как вы понимаете, мы можем смело наносить краску вот сюда, прямо на окна, это будет очень интересно, я думаю. Потому что крышу мы срезаем, окна опускаем, и все, как бы это же будет кабриолет. У кабриолета нету этих окон. Так-то есть, но у нас их не будет. Так вот, другая история в том, что мы защитили те места, которые не надо красить. Это лобовое стекло, это кромированные детали, это, естественно, передок, это бампера. И мы удалили с капота ржавчину. То есть, видите, капотом пришлось хорошенько вывозиться, потому что капот здесь, в данном случае, это узнаваемая черта изжа, вот эта вот выштом полочка. И мне хочется, чтобы капот здесь выглядел прям идеально. Умеешь этим пользоваться? Да, просто сюда вода, сюда нажимаешь, она водой плюет. Так нам надо краской, машину-то надо красить, а не водой поливать. Да, я думал, ты помыть хотел, но тогда краску сюда, и все нормально. Вот компрессор специально купили для этого проекта, дорогущий, просто ужас. Так вот, мне купили краску. Эту краску я сам этот цвет разработал. Вон, видите, я тут сидел, высчитывал. Целую формулу. Да, формула целая. И сейчас надо это дело открыть и загрузить, смешать с растворителем. Кто знает, как пользоваться, напишите в комментариях. Что-то крутить, что-то. А где мы привлаживаться, обычно плачешь? А, вон, отверткой. Отверткой сейчас открою. Так, о. А, это, наверное, чтобы краску подавать. Короче, я предпочитаю уже. О, смотри, какая красная краска. А, это я сам придумал такой цвет, такой оттенок. А ты знаешь, что ее надо размешивать? Ну. Так что-то у нее отличается ничего. Что, в самом деле? Ну-ка подвеси. Вообще отличается. Алло, с ума сошел, что ли? Красный. А это рыжий. А ты знаешь, что ее размешивать надо с вайспиритом? Сколько? Один к десяти написано было в интернете. Да, сколько ты залил, ты знаешь? Нет. Сейчас. Сейчас все будет. Да ты что смеешься глухо вот вишла? Где вайспирит? Вот. Вот так вот. Что, сейчас посмотрим, сейчас пол банки надо будет, да? Все, хорош, ты что? Что, больной, что ли? Тебе сказали. Один к десяти. Ну, на всю банку. Ты всю банку сюда вылил? Так ты идиот, что ли? Пропорции-то они и есть пропорции. Все равно один к десяти. Да, конечно. Что, больной? Пропорция, она... Так тут пропорция меньше получится. Да нет, один к десяти, она всегда такая пропорция. Хорошо, заливай. Это дрожь, понимаешь? Все хорошо. Ну, типа вот, я залил... Мне сказали 100 грамм на всю банку. На линдер. 100 грамм на литр. Ну, ты уже вылил 100 грамм вот сюда. Да здесь 500 всего лишь, олень. Вот так вот примерно должно быть, наверное. Надо хорошим инструментом мешать, поэтому не вставляй, как мы им мешаем. Хорошо. Блин, мы столько расходуем краски. Сладкий заклеил, без пары. Я тебе говорю, это красный. Ты дурак, что ли? Он чуть-чуть оранжевый. Нет, ты говоришь вообще, что он такой же. Он красный. Нет, он оранжевый. Он красный. Ладно. Пусть подписчики напишут. Вот идите сюда, подписчики. Аккуратно, только не заденьте мой кабриолет. Не заденьте, говорю, мистер оператор. Вот, сравнивайте. Оранжевый, красный. Вот, чтобы было понятно. Я крышу, естественно, не стал красить. Нафига мне ее красить, если мы ее срежем? Ну, нету крыши. Сладим на металл. Да, еще и окупимся, получается, с этого проекта. Вот, компот я покрасил. Это только первый слой. Здесь, естественно, есть еще косяки видимые. Но уже, собственно, с этим выглядит интереснее, по крайней мере. Это не стреляет, да? Это тоже вырезай, что за бред? Мне надо показывать. Не, ну, слушай, реально очень качественная покраска такая стоит, ну, тысяч пятьдесят, наверное. Да, да, я старался, спасибо. Спасибо, я много читал, поэтому помню, спасибо. Спасибо, спасибо. Прилип комар. Куда прилип комар, лё? Подумал, что это кровь и хотел выпить. Значит, красный. Если кровь, то красный. Разве бывает оранжевая кровь? Себя послушайте, два дурака. Цвет не поменялся, зачем ты красишь тот же самый цвет? Я что, на дотика похож, что ли? Красить тот же самый цвет. Короче, сейчас мою профессиональную покраску нужно ставить на целую ночь. Пахнет здесь, конечно, удивительно. Ну, Владимир Шлаху уже, похоже, какие-то флэшбэки садят. Я сделал огнетушитель. Если что, тушитель, подарок. Вот. Ну и, собственно, завтра придём, нанесём ещё пару слоёв. И должно быть прямо красотулечка. И начнём уже пилить крышу. После один вечер работы нам удалось добиться вот такого результата. Естественно, это не конечный результат, это только первый слой. Но он всё ещё, блин, сохнет. Вот у нас прошла ночь, и первый слой засыхает очень и очень долго. Ещё даже, несмотря на то, что был нанесён всего лишь один слой, но уже какие-то вот эти значимые повреждения, которые были на капоте, они минимизированы. То есть, в принципе, у нас появился приятный такой глянец. То есть, это заметно обновило автомобиль, потому что, ну, вы знаете, то, что глянец, он со временем как бы усыхает, убирается. А теперь у нас такая яркая, красная, прикольная тачка. Всё-таки она красная. В этом я абсолютно уверен. Мы сегодня, наверное, больше ничего сделать не сможем, потому что... Ну, всё. Чё мы ещё сделаем-то? Нужно подождать, пока засохнет слой, нанести ещё один, замаскировать вот эти все косяки, где я убирал ржавчину, вмятины и прочее. И после этого уже мы пойдём сюда. Таким вот образом где-то здесь нанесём разметку. Так, тык-тык-тык-тык-тык. И срежем крышу. Вот прям разрез здесь, разрез по стойке. И вот так тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Всё, пойдёт. То есть, прям нужно будет таких конкретных 3-4 шва прям разрезать. Единственное, что немножко я накосячил. Ну, как, я не подумал, наверное. Всё-таки, наверное, мы не будем отрезать целиком эту дверь. А вот по сей пор мы её, наверное, отрежем, чтобы вот эта деталь осталась. Но я её уже покрасил. Но мы, наверное, сможем эту краску удалить. Как-нибудь там, каким-нибудь растворителем, white spirit'ом и так далее. И ещё интересный момент. Я пока не могу вам показать кабину. Но отсюда видно. Видите, там вырезы под музыку. Я думаю, мы сюда воткнём крутой саунд. И когда здесь не будет крыши, а здесь будут такие 4 или 2 крутые мощные колонки, плюс, может быть, сабуфер в багажнике. Это будет такой классный лакшери кабриолет. И, конечно же, у меня есть ещё маленькие детальки для моего проекта. Это вот эти крутые белые диски, которые сюда встают великолепным образом. И, естественно, для того, чтобы они сочетались, нужно будет добавить ещё кое-каких белых декоративных элементов. Ну, например, какая-нибудь декорация по всей двери. Или, может быть, какой-нибудь рисунок на капот. Или, в общем-то, всё зависит от вас. Напишите ваши идеи в комментариях, что можно сюда добавить белого цвета, чтобы оно так играло, было круто и здорово. Может, спойлер? Не знаю. В общем, пишите ваши идеи, что можно добавить, что ещё можно сделать. И ваши комментарии могут попасть в следующие видеороли. Кому-то я отвечу лично, но кто просто напишет какие-нибудь классные идеи, тому я поставлю сердечко в комментариях. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Именно от вас, по сути дела, зависит будущее этого самого кабриолета. В общем, впереди нас ждёт ещё много интересной работы, но я уверен, что результат будет стоить того. Если вы со мной согласны, то ставьте лайк под этим видеороликом, а также подписывайтесь на канал. Конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну, а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok